Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Три минуты девятого в Екатеринбурге, радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. Доброе утро, друзья. Да, сегодня у нас в гостях историк Андрей Ермоленко. Андрей, приветствуем. Доброе утро, друзья. Да, и мы решили об истории Екатеринбургских, Свердловских рынков поговорить. У нас и повод есть хороший для того, чтобы... Расскажи, Сашка, что за повод? Да, у нас вот как раз-таки буквально на днях в июне, в конце июня, отмечался день рождения, хорошо вам, наверное, друзей, известного, шарзажского рынка. Были вы на нем или нет? Это странно, если не были. Потому что, вообще-то, это шедевр, который даже удостоен был попадением в списки одного из самых красивых зданий торгового назначения по версии Louis Vuitton. Серьезно? Абсолютно серьезно. Да, вот так. Но магазин Louis Vuitton в Екатеринбурге был не там. Ну, был не там, но, тем не менее... На территории еще одного рынка он был. На территории центрального рынка. Да, дело в том, что у многих компаний, крупных брендов есть фонды. Вот у Louis Vuitton есть как раз-таки посвященные архитектуре и отслеживания вот таких вот важных для человечества строений. Как раз-таки называется тот гид, куда попал наш рынок. Называется Louis Vuitton Guide 2013 года. И это место рекомендовали специалисты посетить, поскольку это необычная торговая достопримечательность на уровне мировых архитектурных шедевров. А у меня впечатление, что он был... что это типовое строение какое-то или нет? И точно такое же есть в Ленинграде построено по этому же проекту раньше. Два таких всего здания было в Советском Союзе. Понятно, понятно. Причем должны были построить вначале Свердловский, Октябрьский рынок. Его так назвали после Великой Отечественной войны. Но тут что-то затянули на 7 лет, при том, что там типовые нормы строительства были полтора года. В Ленинграде построили раньше. Друзья, давайте вспомним истории, связанные у вас с рынками, с Свердловскими. Ну, то есть, не знаю, может быть, что-то дефицитное покупали или что-то такое. А сейчас Андрей нам расскажет истории Свердловских и Екатеринбургских рынков, да? Да, начнем с 18 века. Начнем с того, что розничная торговля на территории Екатеринбургской крепости, основанной ровно 301 год уже в этом году. Как быстро время летит. Да. Как вчера помню. Началась еще до основания города, то есть до пуска железноделательного завода. И одним из первых, да, наверное, даже первым торговцем на территории Екатеринбургской крепости был Иван Харчевников, который начал торговать еще в Уктуском заводе, в поселке Уктуского завода. И по личному указу Васильевича Татищева, ему было выдано государственное судо на обзаведение торговыми делами в Екатеринбургской крепости, чтобы торговать товарами повседневного назначения. Солью, мукой, свечами и так далее. То есть мы знаем имя первого екатеринбургского торговца Ивана Харчевников. Он, кстати, впоследствии в 50-е годы, уже в 18 веке, стал первым бургомистером Екатеринбурга. И, кстати, эта традиция сохранялась вплоть до начала 20 века. Городоначальниками Екатеринбурга становились, как правило, выходцы из купеческого сословия. Ну, это отдельная тема, мы про нее много раз уже говорили. Ну, вернемся к рынкам. Любопытным образом, планировка Екатеринбурга, если мы посмотрим на карту города, представим вид сверху, торговая часть города – это правый берег. То есть, глядя на карту города, вот все, что слева от плотинки, все, что слева от реки и сети – это торговая часть и торговые площади. И позднее магазины, и торговые центры до сих пор размещаются там, на правом берегу и сети. Сказали бы слева, Ривгош. Да. А наоборот, магазин Ривгош, бывший в Екатеринбурге, как раз был на левом берегу. Понятно, да. И левый берег… Просто переводится как правый берег. Да-да-да. А у нас был на левом берегу. Понятно. Это здание еще напротив главпочтам. По-моему, до сих пор есть там… Может, не знаю. Да, не хожу. Такие магазины. На левом берегу были в основном здания культурного значения. Кинотеатры, театры, учебные заведения и так далее. То есть, такая торговая часть Екатеринбурга сложилась еще в XVIII веке, когда и город не имел такого статуса, был еще заводом-крепостью. Первым организованным таким торговым пространством стал мытный двор, который размещался приблизительно на территории, ну вот, как сейчас торговый центр, мытный двор, который был построен уже в 90-е годы и, правда, не сохранил того предназначения. В XVIII веке это были ряды, торговые ряды, крытые вначале крышами, потом отдельные деревянные строения. Каменное строение появилось уже на рубеже XIX-XX века, а позднее на фундаменте этого мытного двора было построено здание Екатеринбургского горсовета. То есть, по сути, вот от площади 1905 года и вдоль улицы 8 марта практически до улицы Малышева все это занимало территория первого Екатеринбургского торгового пространства, мытного двора. Кстати, Андрей, насколько я понимаю, вот то, что мы сейчас видим, мытный двор, это наводило целиком и полностью, кроме задней стеночки, которая вот там даже к этому зданию не относится, а просто вот отгораживает его от территории... Брандмауэр. Да, стена, защищающая от пожара в деревянные строения. Насколько я понимаю, на первых этажах там были складские помещения? Ну, в здании позднейшего времени, уже начала XX века, складские помещения размещались и на первом этаже, и в подвальных, в цокольных помещениях. Но здание быстро утратило свою торговую функцию. Уже в 20-е годы начал строиться горсовет в начале конструктивистский, а в 49-м, вот такой в стиле сталинского вампира. Поговорим про другие рынки, гораздо более интересно. Так, кстати, на мытном дворе давайте напоследок остановимся. Мытный он не потому, что нам что-то мыли, как многие могут подумать, а от слова мыто, то есть налог. Люди, которые там торговали, они были такими организованными торговцами, имели постоянные там торговые точки и платили за это пошлиный государственный налог, который назывался с XVIII века мыто, поэтому он мытный. Еще один крупный рынок Екатеринбурга, так называемый зеленый рынок, примыкал практически вплотную к этому мытному двору и располагался на территории современных улиц, вдоль улицы Малышева от 8 марта до реки Исеть. На месте комбината Рубин, который многие свердловчане должны помнить, он назывался Зеленый рынок, так и назывался, потому что там торговали овощами преимущественно, то есть зеленью. Работал он каждый день, туда в основном приезжали крестьяне из ближайших поселков и из ближайших даже городов Камышлова, Шадринска, Невьянск и так далее. Андрей, а работал он только, получается, летом, ведь зелень вряд ли выращивали в каких-то условиях специальных зелень. Зимой на его месте работал обжорный ряд, точнее, обжорный ряд, который работал на территории Зеленого рынка, он существовал круглогодично про этот обжорный ряд, или, проще говоря, обжорка, про нее очень много писали многие путешественники в Екатеринбурге, мамин сибиряк про нее писал. Подожди, а обжорный ряд, он был не дальше, где современный дендропарк? Там был хлебный рынок, про него поговорим отдельно, обжорный ряд был на каждом рынке, потому что там место встречения людей, которые приходили не только покупать, но проводили там много времени и хотели и покушать. Вот фудкорт, фудкорт, ну зачем? Обжорный ряд. Обжорный, вот прекрасно, прекрасный нейминг. Процитирую про обжорный ряд Зеленого рынка, то есть существовавший на территории, приблизительно торгового, на территории Рубина. На длинных дощатых столах под кривыми косыми навесами торговали бабы домашними изделиями, хлебом, пирогами, шаньгами. Возле каждой торговки железная печь, на которой варились мокрые пирожки, в кавычках, то есть пельмени. Кипели щи, прела каша, на столах стоят большие медные самовары, крынки с молоком, пироги торговки держали в кадочках, то есть в деревянной бочке. Спросит прохожий стрип не перекусить, вытащат ему теплую выпечку. А тут отторговавшийся крестьянин заглянет или мастеровой состройки. Купят сайку за пятачок и до миску щей за гривенник. Вот и весь обед. Все равно почему-то очень вкусно звучит. Ну при этом жуткая антисанитария царила, конечно. В обжорных рядах все недоеденное выплескивали, буквально выбрасывали под ноги, тут же шныряли собаки, кошки, крысы потом, когда люди уходили. Все было такое склизлое, грязное, противное. В Уральской неделе неоднократно об этом поднимали тему антисанитарии городских рынков, именно обжорных рядов. И вот особенно на зеленый рынок ополчались. Доктор Линдезин, городской врач, санитарный врач Екатеринбурга, указывал на необходимость устроить на рынках города, где имеются обжорные ряды с естественными припасами, общие отхожие места и помойные ямы. За отсутствием которых помои и остатки, коими торгуют в обжорных рядах, выливаются и выбрасываются в ближайшие открытые канавы или прямо на площади. А рыночный люд за естественной надобностью ходит за задние стены лавок, торговых помещений и ближайших домов. Вот там запах-то стоял. Да. Городские рынки в Екатеринбурге до революции, это, конечно, вовсе такой неромантичный такой фермерский апостараль, это грязь, вонища и так далее. Торговали на городских рынках не только продуктами, причем продуктовая торговля была специализированная овощами, торговали на зеленом рынке, про который мы сказали. Сеном и разнообразными мучными припасами, крупами торговали на хлебном рынке, вот тот самый, который около дендропарка размещался. А мясомолочными продуктами торговали преимущественно за улицей Восточной, выходцы из Шарташской слободы, вот на том месте позднее и образовался Шарташский рынок. То есть место намоленное, можно сказать. Да, рынок образовался, как мы сказали в начале программы, ровно 92 года назад, по указу Сырловского горсовета, в 20-х числах июня 1932 года, но до этого там вплоть с середины 18 века торговали крестьяне Шарташской слободы, торговали преимущественно молоком, мясом, ну и зеленью с огородов летом. А рыбка же еще так доводилась у нас? Рыбу привозили в основном зимой, и привозили ее, конечно, не из окрестностей Екатеринбурга, а в основном из-под Тобольска, то есть из Туры, из РТШ или из Челябинских озер. И рыбой торговали в Екатеринбурге до революции на сумму больше миллиона рублей за зиму. По нынешним ценам это примерно 2 миллиарда рублей, то есть огромный объем торговли. Конечно, не Екатеринбург все съедали, Екатеринбург был таким торговым хабом, что ли, перевалочным пунктом по торговле сибирской рыбой. Зимой, конечно, в основном зимой, потому что рефрижераторов не было, и она что-то испортилась бы в теплое время года. Кстати, у нас еще была такая чудесная рыбка, которую, в общем, недешево было приобрести, с Освенской селедкой, которая селедкой, ну, по факту не являлась, потому что это, в общем, другой немножко вид рыбы. Но пользовалась невероятной популярностью, и Петр Алексеевич, который Петр Великий, говорят, очень любил, и Иосиф Виссарионович, говорят, ее отправлял. Я думаю, Черчиллю бочонок на Освенской селедке, да. Потому что была, говорят, невероятно вкусной. Кстати, вот в Екатеринбурге в паре мест, ну, прям такие элитные-элитные магазины я видел, но цена меня шокировала. 2 тысячи с чем-то рублей стоила вот такая баночка, не очень большая, с Освенской селедки. И к тому же там есть еще сезонность у нее, то есть ее ловят в определенное время, когда жир набирает, и есть еще ограничения по количеству вылова. Да, очень вкусная рыба. Я единожды ел сосенскую селедку, причем в естественной среде обитания ее, на Северной Сосве, в поселке Саранпаули, Ханты-Мансийского округа. Мы ее запивали спиртом, разбавленным родниковой водой. Здрав предупреждаю. Эта рыба называется тугун, вообще-то. Да, научное название тугун. Маленькая такая рыбка с очень мелкими костями, необычайно вкусная, чуть-чуть посоленная, с утра вечером можно уже... Ой, как вкусно. Ой, какая прелесть. Вернемся в Екатеринбург. Да, мы сказали о том, где торговали продуктами. Надо еще сказать о месте, где торговали вещами. Самый главный вещевой рынок Екатеринбурга находился на Каковинской площади. Приблизительно сегодня квартал улиц Радищева, Малышева, Шейнкмана, Сако и Ванцетти. Там, где сейчас находится элитный жилой комплекс, забыл, как называется, как раз построен на месте уже советского центрального или колхозного рынка до революции. Форум-сити. Форум-сити, да, точно. Он еще достраивается. Да, там еще одна башня у них осталась. Кстати, надо сказать, что здание было невероятно красивое, помпезное центрального рынка. Попозный рынок. Да, такой прям отсылка к античности. С колоннами. С колоннами, да. Там внутри холодильные установки первые, вообще на Свердловских рынках. И там, кстати, на Советском Свердловске размещалось управление колхозными рынками. Это был самый главный рынок всех рынков Свердловской окрестностей. Ну, мы немножко в более ранний период вернемся еще до того, когда там появился советский колхозный рынок. На Каковинской площади находился рынок, который назывался новым толкучим рынком. Потому что старый толкучий рынок находился около Максимилиановской церкви, то есть напротив рубина, на углу зеленого рынка, про который мы уже сказали с его обжорным рядом. Толкучий рынок называется так, вот опять мы в этимологию слов пойдем, не потому что там толкаются, а потому что там толкают. То есть продают. Продают. Толкать, значит, продавать, причем какие-то свои собственные вещи, старые вещи, вышедшие из употребления, как правило, на новом толкучем рынке. Авито. Ну, типа того. Вторговали в основном поношенной обувью, одеждой, разным барахлом, то, что сейчас называют аксессуарами. Вот этот самый новый толкучий рынок был заставлен открытыми столами, палатками, навесами. В центре площади стояла пожарная водонапорная башня. Помимо старевщиков на этом новом толкучем рынке, на Каковинской площади, торговали и будущие известные купцы Екатеринбургские, которые начинали свой путь в бизнесе оттуда. Например, братья Агафуровы начинали с нового толкучего рынка на Каковинской площади. Был там и подпольный рынок, где торговали золотом и поделочными камнями. Вообще, на торговле золотом поднялись очень многие купеческие состояния Екатеринбурга. Николай Севастьянов, построивший знаменитый особняк в центре города, поднялся на нелегальной торговле золотом и многие другие. Известны воспоминания Павла Петровича Бажова 1889 года, когда он впервые еще из Серти и Полевского приезжал в большой город, в Екатеринбург, в уездный город, на этом самом новом толкучем рынке, он купил картуз вместо шляпы-катанки, которая не подходила ему для городской жизни. То есть, он приобрел городской лук. Как сейчас бы сказали, да. И, кстати, в этом картузе он потом очень часто появлялся на изображении. По-моему, до старости вообще, в кепке, которую раньше называли картузом. Ну, кстати, тоже забавная история, картуз не совсем российское изобретение. В общем, немецкая шапка, которой используются цеховые рабочие. То есть, тоже очень удобная вещь, как раз, чтобы волосы там никуда не попали. И, в общем, для красоты тоже. Ну, да, такой городской, головной убор. В деревнях его не носили, носили валеные шляпы, как раз, как Паша Абажов, приехавший еще молодым в Екатеринбург. Тут он прибарахлился на новом толкучем рынке. В советское время на этом месте продолжилась торговля. Рынок, который здесь появился, был назван центральным рынком или колхозным. Центральным колхозным рынком. В 54-м году вместо деревянного павильона построили вот тот самый каменный павильон, большой, с колоннами, где велась мясо-молочная торговля. По санитарным нормам прилавки должны были быть каменными, либо мраморными. До сих пор, кстати, на Шарташском рынке прилавки отделаны плиткой керамической. Прям вот такая особенность рынка. Каждый, кто там был, наверняка вспомнит эти белые керамические прилавки, покрытые этой керамической плиткой. Здесь же находилось управление всеми базарами на центральном колхозном рынке, который располагался на месте новой толкучки. Ну и в начале 90-х годов, 20-го века, пора небывалого рассвета, такой этот колхозный рынок стал главной толкучкой Екатеринбурга. Там появились торговые павильоны вновь, так же, как и в 19 веке на месте толкучего рынка. В 2000-е закрыт, и торговцы были переведены на Таганский ряд, который стал с 2000-х годов, наверное, главной такой торговой рыночной площадкой Екатеринбурга. Ну а само название «Центральный рынок» в Екатеринбурге сохранилось в городской топонимике. Переулок «Центральный рынок», который этот форум-сити как раз ограничивает, в квартале улиц Сако-Иванцетти, Шейнкмана и Радищева, сохранился. И даже до сих пор какие-то адреса есть. Переулок «Центральный рынок», там 2, 6. Мне, кстати, очень нравится, когда вот эти вот исторические факты все-таки остаются в структуре города вписаны. Пусть уже рынка нет совсем-совсем давным-давно. Хотя бы так, таким способом. Ну да, да, все равно это такая классная отсылка к истории, к тому, что тут на самом деле было когда-то. Вот мне, честно говоря, очень жалко, что многие названия утеряны и заменены на какие-то совершенно ничего не значащие, дублирующиеся во всех городах бывшего Советского Союза. Да, ну радостно, что традиции сохраняются вот так долго. Вот тот самый Шарташский рынок, про который мы вначале сказали, который стал поводом для нашей беседы, 92 года ему нынче исполняется, он продолжает существовать и прекрасно и поныне на том же самом месте, где в 18 веке крестьяне Шарташской слободы торговали мясовым молоком. Причем рынок сохранил в основном свое предназначение, он по-прежнему в основном продуктовый, хотя там торгуют разными вещами. И многие горожане до сих пор ходят туда за свежим мясом, куриными яйцами, зеленью. Повара многих ресторанов говорят, что туда ходить стоит потому что, и дальше рассказывают почему. Да, хотя купить там можно и черешню, и манго, и киви, и прочую экзотику, вовсе там не только огурцы, и крыжовник, и смородину, хотя и их тоже. Про хлебный рынок еще пару слов скажем, чуть подробнее. На месте современного дендрария на улице 8 марта в участке между рекой Исеть и тогдашним Уктузским проспектом нынешней улицы 8 марта располагался хлебный рынок. Это еще одна узкоспециализированная торговая площадка, где торговали мукой, хлебными припасами и выпечкой разнообразной. Причем помимо, собственно, торговых рядов, тут были еще и увеселительные заведения, паноптикум, кунсткамера. И в первой половине XIX века вот на этой самой площади хлебного рынка проходили публичные экзекуции наказания преступников по приговору суда. Причем известные... Казни тоже? Про казни не знаю, но, по крайней мере, порки проходили именно там, и горожане, которые были охочи до бесплатных зрелищ каких-нибудь, нередко приходили и наблюдали за расправой, которая проходила на эшафоте, окрашенном в черный цвет, который находился напротив места, где сейчас находится детская филармония, бывший дом крестьянина советский. То есть, ну, недалеко от ресторана Донна Оливия, грубо говоря. Да-да-да, символично. Вспоминают, журналист Владимирский в газете «Вечерний Свердловск» вспоминает о том, что расправу проводил специальный палач, обычно каторжник с рваными ноздрями. И экзекуции проходили вплоть до 1861 года, до реформы, которая освободила крестьян. И после этого на том же месте выстроили часовню, приблизительно на том же месте выстроили часовню Александра Невского, посвященную освобождению крестьян от комитетной зависимости. Строили очень долго, потому что на народные деньги ее строили, только в 1881 году, по-моему, ее построили. И, на удивление, она сохранилась до сих пор. Это вот та самая, которая стоит в дентропарке? Да, та самая. Она лишенная креста, разумеется, стояла там в советское время на территории дентропарка. И там дворники парковые хранили там свою утварь. Там лопаты, метлы, носилки и так далее. В 90-е ее восстановили, разумеется. Просто надо представить, что территория вокруг этой часовни была достаточно пустынна. Ну, то есть, сейчас там красивые кусты и деревья вокруг, но это все, что называется, советское уже изобретение. Да, это уже в 20-е, 30-е годы начали высаживать и выросло вот лет за 50. Только до этого там была просто такая пустая площадь, причем, которая простиралась и за пределы Уктузского проспекта, то есть улицы 8 Марта на территории современного гиганта торгового центра Гринвич. Это хлебный рынок также заходил. Там вот как раз на месте Гринвича находились каменные помещения, в которых хранили муку торговцы между базарными днями. И хлебная площадь, вот та самая, про которую мы говорили, находилась на этом месте. Здесь торговали еще помимо хлеба, зерна, муки и сена, еще и мелочная бакалейная торговля велась. Был мясной, фруктовый и обжорный ряд, то есть фрукты продавали тоже вот на хлебной площади. По воскресеньям работал птичий рынок, где торговали живой птицей, и отдельно от него рядом находился голубиный рынок, маленький голубиный рынок. То есть разведение голубей было хобби свердловчан и екатеринбуржцев, очень распространенным в советском Свердловске. И голубей покупали именно там. По городской переписи 1887 года на хлебной площади были представлены 55 постоянно работающих торговцев. Постоянно торговые места находились круглогодично. По вспоминаниям старожилов, после возведения вот этого самого храма Александра Невского на хлебной площади у приезжающих торговцев сложилась традиция. Рано утром, перед открытием торговли, они заходили в эту часовню, поклонялись святым образам и вносили свою малую лепту на добрые дела церкви, опуская медную, ну а кто-то серебряную монету в кружку для подаяний. То есть так на удачу? На удачу в торговых делах. Традиции соблюдал каждый, устраивалась буквально очередь из этих 50 торговцев по утрам перекреститься перед образами, опустить монетку в кружку. Кстати, нам пишут, что в центральном рынке были стойки, на которых мясо продавалось в том числе, сделанные из цемента с какими-то вкраплениями камешков. Но вот, кстати, древнеримская технология... С советской историей, мне кажется, да? Вообще древнеримская история, операция называется, это технология. Да, так что, да-да, были такие именно монолитные конструкции, очень тяжелые, но и, кстати, что прелестно, хорошо моющиеся и не представлявшие опасности как раз-таки в плане того, что грязь какая-то могла остаться. Андрей, спасибо большое. Андрей Ермольенко с нами, историк. Говорили мы сегодня об истории советских рынков. Да, ну и шарташки рынка, конечно, тоже упомянули. Вообще российский рынок. Вообще российский рынок, да. Вот, а совсем скоро поговорим, а у нас тема такая, Галя, у нас отмена про туризм. Что делать с отменами? Не переключайтесь. Сариков Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.